Добро пожаловать на Hanyus.ru Смотрите 136 выпуск нашего проекта, это интересно И сегодня от автомобильной тематики мы плавно перейдем к другим машинам А именно поговорим о самой большой технике в мире И начнем сегодняшний выпуск с гигантского самосвала Belas 75710 Который по праву носит титул самого большого грузового автомобиля в мире Его грузоподъемность составляет 450 тонн А в ядваре 2014 года Belas установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ Провезя по испытательному полигону грузом 2503,5 тонны Первый экземпляр Belas 75710 был выпущен осенью 2013 года на заводе Belas в Белоруссии По специальному заказу российской добывающей компании Габариты Belas при весе в 360 тонн впечатляют Его длина составляет 20,6 метра, ширина 10 метров, а высота 8 метров Грузовик укомплектован пневмашинами от Michelin и 16-цилиндровым дизельным трубодвигателем Чья мощность составляет 2300 л.с. Машина может передвигаться со скоростью до 64 км в час Несколько уступает Belas по грузоподъемности еще один самосвал-гигант Американский Beosiris MT6300AC Его показатели составляют 363 тонны Однако он превосходит белорусской чудо-технике по собственной массе Которая составляет аж 599 тонн При этом с полной загрузкой Beosiris MT6300AC Может передвигаться со скоростью до 64 км в час А мощность его двигателя составляет 3650 л.с. Что же касается самого мощного и большого крана с телескопической стрелой То им является LTM 11209-1 Его стрела состоит из 8 секций и способны выдвигаться до 100 метров Что делает ее одной из самых длинных телескопических стрел в мире Немецкий самоходный кран LTM 11209-1 Впервые был показан широкой публике компании Liebherr на выставке Bauma в 2007 году Максимальная грузоподъемность этого крана составляет 1200 тонн А максимальная скорость 75 км в час Вес всего крана равняется 96 тоннам А самой большой гусеничной техникой является кроллер-транспортер от NASA Зназначенный для транспортировки ракет Saturn V, Saturn I-B и космических шаттлов Всего было создано два экземпляра Заработанных в 1965 году за 14 миллионов долларов за каждый Гусеничный транспортер весит 2400 тонн И состоит из платформы на четырех тележках Каждая из которых снабжена двумя гусеницами Специальная гидравлическая система с высокой точностью Удерживает платформы в горизонтальном положении Длина машины составляет 40 метров, а ширина 35 метров При этом она может перевозить грузы весом до 6000 тонн Максимальная скорость кроллера-транспортера составляет 1,6 км в час в загруженном состоянии И 3 км в час без груза Транспортер должен перевозить чемноки на расстоянии 5,6 км При этом средняя продолжительность поездки составляет 5 часов Также нельзя не упомянуть расход топлива Ведь он у этого транспортера составляет аж 350 литров на километр Что же касается самого большого в мире экскаватора То им по праву является Баггер 288 Построен еще в 1978 году немецкой компанией Круп для предприятия Райн Браун По своим размерам он даже превзошел гусеничный транспортер НАСА О котором мы только что поговорили Вес Баггер 288 составляет 13,5 тысяч тонн Высота экскаватора составляет 96 метров Длина 240 метров, а ширина 46 метров В его управлении участвуют 4 человека При этом аппарат способен добывать до 10 тысяч км породы за час Максимальная скорость его при движении составляет 0,6 км в час А на этом все Ждите продолжения этой темы через неделю Предлагайте свои темы будущих выпусков Подписывайтесь на наш канал Оставайтесь с нами на hanyus.ru И помните, знание – сила! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok